Добрый день! Сегодня Ган. Редкие гости на этом канале. Просто потому, что мало чего выпускает. Ганкуб, Мегамикс Маглев, Ганкуб и снова Мегамикс Маглев. Здесь всякая техническая информация. Я его не покупал, мне его одолжил мой ученик, для того, чтобы я сравнил его с Даяном. Коробочка вот такая вот простенькая. Раскрывается, как цветочек. Интересный бокс с логотипом Ган. И также здесь необычный черный мешочек. Мегамикс сюда, наверное, влезет. На другом попробую. Да, помещается. И еще что-то. Бумажка и карточка. Карточка с Мегамиксом, типа оригинальной, с номером. Так. Ну и посмотрим, на всякий случай, бумажку. Напомню, что в прошлом Мегамиксе Гана вместо бокса был шарик такой. Очень неудобный. Сейчас сделали другой. И это лучше. Так. Здесь все по-китайски. А здесь, наверное, по-английски. Так. Но здесь, как собирать Мегамикс? Метод для начинающей, по всей видимости. Я решил, что покупать такой Мегамикс не буду. То, что я его покрутил и понял, что не совсем мое. Но модель все-таки достойна и видео снять можно. Бокс и сам Мегамикс. Бокс красивый, удобный, компактный. Вот такой вот форм-фактор. Поставляется Мегамикс в двух версиях с серой гранью и с черной. Это версия с UV-покрытием, устойчивая к царапинам. Глянцевый, красивый, хороший. Первое, почему я решил, что покупать такой Мегамикс не буду. Ну, во-первых, у меня есть Dayan Proin. И невооруженным взглядом, наверное, видно, что ган больше. И это сразу чувствуется в руках. Он не так удобен. Ну, наверное, это дело привычки. Если вы не крутили Dayan, то ничего страшного. Если взять старый ган, то размер точно такой же. И форма точно такая же. Ну, из-за глянцевого покрытия кажется, что немножко не так. Но визуально кажется, что все так же. Мегамикс ган вышел уже достаточно давно. Ну, не то чтобы давно, но некоторое время прошло. И сначала продавалось только с серой гранью. Продавали бы сразу в черной, может быть, и купил. Ну, вот мне удалось его покрутить. И все стало понятно. Сразу скажу. Новая версия гораздо лучше старой. Ну, здесь, понятно, есть маглев, есть крестовина. Вот это с магнитиками Ball Core и так далее. Магниты не настраиваются, но жесткость стандартно настраивается. Я настройку не менял. Возможно, можно какие-то впечатления улучшить. Вот в базовых все вот так. Давайте перемешаем. Вращается очень быстро. Очень быстро, плавно, хорошо. Но достаточно шумно. Не как паримушка, конечно. Но шумнее Даяна. Напомню, что черный пластик у нас пошел когда-то с Galaxy X-Men. Хорошие были мегамиксы, но Даян, конечно, лучше. Продавался отдельный комплект на Юху 2М с черной. Потом мой основной мегамикс стал Даян В2. К сожалению, он был только с серой гранью. Потом выпустили Даян Проем. И это отличный, идеальный мегамикс. Ну и Ган близок, близок к Даяну Проем, но все-таки уступает. Сделаем одну сборочку. Аккуратную, неспешную. Так, зеленый, синий, желтый, красный сразу сюда. И фиолетовый. Так, здесь видим фиолетово-желтый. Зелено-фиолетовый тоже должен быть где-то рядом. Пока нет. Синий-желтый вот здесь. Давно не собирал мегамикс. Ну так, чтобы много. Поэтому могу ошибаться. Ну, успел несколько раз, конечно, пособирать одновременно и Даян, и Ган. Ну, для того, чтобы объективно сравнить. Видео по Даяну будет отдельное. Тогда потестирую подольше. Но пока могу сказать, что это лучший мегамикс из существующих. Ну, я про Даян, конечно. Так. Ганша, в свою очередь, вполне комфортный. И наверняка доставит много удовольствия тем, кто его собирает. Особенно, если это первый профессиональный мегамикс. Никуда поставил. Но, если вы собирали до этого Даян, то впечатления, конечно, могут быть уже не такие радужные. Хотя, объективно, Ганн очень хорош. Так. Четыре слоя готовы. Делаем звезду. Делаем ойл ойл. Дальше. Я здесь на всякий случай сделаю лямбду. И потом вот так вот. Так. Ну и придется коммутаторами. Так. Вот такой вот мегамикс. В чем основные отличия от Даяна? Во-первых, он более шумный. Как мне кажется. Во-вторых, возможно, это можно изменить настройкой. Но мы делаем вращение. И он как будто из-за хороших магнитов и быстрой скорости делает повороты. И тут еще не слегка вибрирует. Даян же так не делает. Даяна, если сделал поворот, то он поворот. Даяна более четкий. Более четкий, более хороший. И в главную очередь более компактный. Это тот размер, к которому я уже привык. На предыдущей версии Даяна. Ну и на текущей. Ганн неплох. Ганн очень хорош. Приятный черный цвет. Молодцы, Ганн наконец-то сделали. И крестовина, и маглев. Все здесь хорошо. Можно еще посмотреть строение. Ребро. Уголок. Вот такое вот ребро. Ну, со старым Ганном сравнивать не буду. Смысла, наверное, нет. Он староват. И вот уголок. Видим на углу. Здесь вот магнитик тоже. И он будет дружить с магнитной крестовиной. И он там можно внутри заметить. Стоит ли Ганн своих денег? Он стоит примерно 3000 рублей. Примерно так же, как и Даян Про М. Кстати, вот уголок. Не так просто обратно вставить. Что бы летать точно не будет. Примерно одинаковая стоимость у Даяна Про М и Мегаминца Маглев от Гана. Если у вас был до этого Даяна, и вам Даян нравится, то, безусловно, нужно купить новый Даян. Он такой же. С черной гранью. С магнитной крестовиной. Весь такой современный и хороший. Если вам нравился Ганн, и вы собирали на Гане, и хотите более современный Мегаминец, то Ганн, конечно, будет для вас гораздо лучше. Ну и точно так же, если вы до этого собирали каким-нибудь Юху или МДЖС, вам слишком маленький Мегаминец будет тоже неудобен. Поэтому Ганн будет предпочтительнее. Ну а после Даяна Ганн, конечно, уступает. Объективно, Мегаминец очень хороший. Современный, красивый, очень приятный. Давно Ганн так не радовал. Но также объективно Даян Про М лучше. И про Даян будет отдельное видео. Компактная комплектация. Хороший бокс. Здесь, кстати, это наклеечка, а здесь напечатано. Ну вот такой вот Ганн Мегаминкс. Я покупать себе такой не буду, а вы можете попробовать, если до этого Даян не крутили. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.